Выставляется в интернет? Вы не против? Знаю, все знаю, да. Не против? Нет, нет, не против. Я слушаю, давай, говори, пожалуйста. Первый вопрос. По поводу коронавируса этого. Как нам действовать? Бояться или нет? Как действовать? Второй вопрос. По поводу староверческих храмов Белокринитского Согласия. Туда можно ходить? Можно. Это настоящая церковь. У них есть рукоположенные пастыри. Это церковь настоящая. Но для молодого человека, попадающего туда, для вас там как раз будет. А если этот человек нормально, не больной, они его сразу заглушат. У них благовестия за 300 лет не было. Нигде. Они в этом вопросе беспощадно все прижимают. Ни распространения Евангелия, ничего нет. То есть главное, что соответствует спасению людей, у них под запретом. Правило, да. Я знаю, потому что мы родились в этом. И там были, я там у них и венчаны был, пока мы сюда не отошли к церковь. Невозможно. Они в этом вопросе беспощадные. Я знаю. А вы-то, если не ходите никуда, вы как раз и подойдете им. Нет, я хожу. Вот у нас это. Ну ладно. Значит, Андрюша, я тебе говорю то, что знаю. Хорошо знаю. Это мое гнездо. Да, я в курсе, что вы из староверческих святых. Да, вот у моей жены, белокринецкого согласия, деды были. Они там расстрелянные были, то есть святые. Вот так. Мама моя умерла, умерла мама моя, в их согласии была. Я там был у них, венчался тогда был. Но когда они нас душили, и мы уезжали, больше мы к ним никогда не вернулись. Ага. А как понять, душили? Ну так, что узнавали, я ходил проповедовал, где они меня оклеветали, и перед архиепископией меня отлучали даже от причастия. Но вскоре прилучили, сумели доказать, что все это ложь, выдумка. Что я всю молодежь увел к баптистам. А тут наоборот, от баптистов к нам приходят, а они как ненормально получилось. Но и кто на нас докладывал, а докладывал священник один. И так Господь допустил, что он восстал на них. Его самого запретили, сняли сан, и запретили даже умер отпевать. Павел Морозов из города Фрунзе. А он был духовником архиепископа Иосифа. И он нам доказал, что они такие же, как патриархи, предатели все. Все их власть ставила. Вот еще по поводу отца Дмитрия Смирнова, да? Да. Почему его так дали? Я объясню, Андрюша, слушай, не отвлекайся никуда. В данном случае он прав. Притом он прав не наполовину, а полностью, на 100%. Он назвал вещи своими именами. Что браки, которые называют гражданскими, ни к чему не обязывающим мужчин, бросают. Это самая настоящая проституция. Отцу Дмитрию хвала. Но в других вопросах он совершенно не прав на 100%, когда освещает танки, посылает людей в своей стране воевать, друг друга убивать. Это никак нельзя. Ему за это придется отвечать. Вот поэтому нельзя так. Плохой или хороший человек. Человек с утра до вечера меняет свою позицию. Семь положений церкви в откровении говорится. И ты можешь быть с утра до вечера во всех семи побывать. И в Филадефии быть, и ладейки отвержены. Так, ага. Ну вот, тоже, на первый вопрос мы, по-моему, не ответили по поводу этого коронавируса. Я уже забыл, может быть. А теперь что, коронавирус, это о вирусе? Да, да, да. Ну это разные говорят. Говорят, это конец всем вирусам, она корону надевает. И повальная смерть будет во всем мире. А другой, его никакой болезни нету. Просто придумали, чтобы загнать людей в резервацию. Каждый в храмах забились, прищищается с одной ложечки, не больше пяти человек в храме. Ну то есть, смешно. Продукты все, соль, все закупили в магазинах, заперлись и сидят. Но если это распространяется капельным путем, то ничего не будет. А ты видел фильм такой, называется «Я легенда»? Нет. А обязательно посмотри. Это про это самое. «Я легенда». Запиши как-нибудь. Ну легко запоминаю. «Я легенда». Повтори. «Я легенда». «Легенда». То есть, когда там вырабатывали разные вирусы против болезни раковой этой, и добились, но вирус вырвался и стал капельным путем распространяться. И на всем земном шаре началась не эпидемия, а пандемия. Вымерли все. Остались несколько человек. Но никто не знает, что на север не проникло это севернее, и там 13 миллионов в заперти остались. И как он вырабатывал этот полковник, врач остался в этом городе, а люди эти, которые, они не умирают, а превращаются в людоедов. Они не могут на свету быть, их сжигает солнечный свет. Как ночь, они выходят, и кто не попадет, они всех съедают. Сильный фильм поставлен. Посмотри, я легенда. Вот, третий вопрос, вытекающий из этого вопроса. Можно ли считать этот вирус, так скажем, началом апокалипсиса? Бог его знает. Мне это, Андрюша, не открыто. Я не знаю, а просто говорить, что попало, я не могу. Я никогда... Ни слова про это нет. Написано, мор и глады. Мор, это когда мрет скотина, она может перекинуться, видимая на человека. Вполне может быть. Но только это не признак. Признак, главное, около Иерусалима, смотри. Туда даже все войска сдвинутся. Дальше. Вот это что, печати ставить, говорят, не печати, а начертания. Это должно пройти. И все границы будут стерты перед этим. Будет одно государство на всем земном шаре. И будет только один правитель, один в городе Иерусалиме, еврей, из колена Данова. И он царствовать будет 42 месяца. Вот это точно Библия говорит. А перед этим Москва должна быть сожжена вся. 17-18 главы апокалипсиса говорят о Москве. Не просто я думаю, а рассуждения. Там какие? Она на семи горах, она на семи горах как раз. Там много крови в ней. Так, но никто не претендует на Третий Рим. А Рим, это Вавилон. Второй Константинополь, а у Библии все на три. А Третий, это Москва. Они сказали, мы Третий Рим и другому, четвертому не быть. Епифаний Славенецкий сказал. Так что Москва будет сожжена, оттуда надо выбирать все. А к вам давно митрополит Сергий приезжал? Я тоже его не вижу. Ну, это летом было, в Потеряевке он был. Нету здесь. Здесь он был в прошлом году, год назад. В марте, кажется, в феврале он был. Вот сейчас батюшка ему звонил где-то, он первым делом сразу спросил, а как Игнатия Тихоновича здоровье? А мы ходим в Покровский собор, хотя мы к зарубежной церкви относимся-то. А на прощенном воскресенье мы все ходим в храм. Но он всегда обнимет храм, он очень расположен. Мы его считаем, как отец родной. Ну, я видел, да. Видел. Но когда приезжает Потеряевку, посмотри, как он обнимается, просит сказать слово, да это невиданное такое. Это просто Господь послал нам такого, за то, что до этого мы страдали. Ну, еще последнее, что хотел сказать. Я знаю, что вы похвал не очень любите, да, вы такой жесткий достаточно человек, и это правильно. Вот. Но все-таки отдельно вам спасибо за чат-рулетку, да. вот я видел в вашем ролике, вот, ну, по поводу чат-рулетки, как вы там говорили, да? Да. И, действительно, их надо вытаскивать как-то оттуда, вот, а это очень сложно, матом ругаются, все, все делают, что не по поде. Это очень сложно, даже с таким опытом, как у вас, это очень сложно. Так что, я, как говорится, снимаю шляпу перед вами. Но, я с ними беседовал несколько тысяч, встреч, тысяч, у меня опыт 9 месяцев, 750 роликов только написано, не меньше 500 мегабайт. Ну, разные, ну, видишь, у меня опыт большой работы с мусульманами, а тут 95% мусульмане, и прислушиваются, даже отдельно потом находят, а уже много людей, которые увидят меня, «О, Игнатий Тихонов, еще что?» То есть, на ваших ресурсах. Ты, Андрюша, не куришь? Нет. Нет? Ты помоги мне, ты помощь можешь оказать. Меня сильно давят через, ну, враги, неприятели, по нашему Ютубу, по каналу. Помолиться, чтобы администрация разобралась в этом. Потому что, настолько сильно, что могут уничтожить. А мой канал, он самый большой в интернете. У меня 21 650 роликов только своих. Представь, 21 тысячи. А тут они говорят, что, ну, и задел там евреев. А почему? Это я когда-то преподавал, когда в университете, вел занятия, в разных, я в пяти университетах вел занятия. 31 год назад. И вопросы стояли на сайте. А теперь, Бог дал мне 14 помощников по этой теме. И они все работают, начитывают. 4 124 вопроса и ответа. И вот уже, да, они делают только два предупреждения, а третье уничтожают, расстреливают. Помолиться, чтобы Бог умягчил их сердца, которые администрации Ютуба. Да дело в том, что будто бы я там против евреев, это чушь, как говорят собачья. Я, наоборот, везде заступаюсь и говорю, благословенный тот, кто благословляет род Авраама. Бытие 12 глава. Еврейский род. Больше меня в защиту евреев вряд ли кто становится. Но я проехал 650 городов с друзьями. Из Барнаула до Владивостока, потом до Лиссабона, Скандинавия, Прибалтика. И везде, в выступлениях, я старался говорить об этом. И когда молимся, просим мира. В первую очередь Израилю. Даже в первую очередь. А потом Россию, Украине и Сирии. Так что ты знаешь, это клевета дико. Но Бог допустил. А раз допустил, это означает, я прав. Я за них ратую и заступаюсь. А они на меня клевещут. Это значит, велика моя награда будет перед Богом. Это определенно. Господь говорит, меня гнали, буду гнать и вас. Ну, у меня тоже в свое время возникали сомнения по поводу вас в свое время, да? Но после того, как у вас митрополитство служит, все сомнения отпали. Так он служит-то не один раз. Он каждый год приезжает. Иногда в год и на День деревни, и на престольный праздник. И здесь, в Барнову, или приезжает. Ты видел один раз. А он-то был не один, а уже с десяток раз. Приезжает он не один со священниками, с семинаристами, с певцами. Ну, я видел, да. Нет, тут ничего не скажешь. А те, это, Владыка Сергий Иванников, я считаю, что мало таких архиереев сегодня. А почему он такой? Я не знаю. Но одно знаю, что он перед тем, как стать архиереев, много лет был священником. Служил в Эстонии, кажется, в Чехословакии, в Израиле. А это опыт. Опыт. Он все видел. И он к нам относится, как будто он родной. Мы ему не подчиняемся. Мы к зарубежной церкви. Но он как родной для нас. И он это чувствует и знает. Народная линия попросили дать мою характеристику, потому что обо мне разные говорят, там все. И он дал такую характеристику, хоть сегодня помирай. В рай собирайся. Очень хорошую. Я забыл, кто у вас там первый рак от зарубежной церкви. Кто там? Митрополит зарубежной церкви. Кто у вас? Иларион. Иларион, да. Он к вам приезжал? Нет. Я у него там был. Жил с ними вместе в Синоде в Америке, в Нью-Йорке. А тут наш епископ был от них поставленный. Наш уже айпархиальный-то. Но он ушел теперь на покой, а мы вот остались. Наше положение в этом, ну, как Господь нам сам сделал так, это нельзя не купить никак. Мы имеем полную свободу и нигде ее не нарушаем. Не отрицаем и не можем молчать о недостатках говорим. Вот спросил? Да. Простите. Еще говори. У меня к вам такая просьба, у нас тоже община в честь Николая Чудотворца. Община колясочников, да? Вот. И мы там ездим по разным поездкам по святым местам, да? Да. Но ценность-то не для нас. Для нас это, конечно, тоже ценность, что мы получается у нас ездить, да? Но ценность не только для нас, а для тех, кто с нами ездит. потому что у нас помощники, как правило, те люди, которые сидели, которые там занимались всякими наркотиками, всякими вот этими, которые вышли, да? Вот. И они как-то я смотрю на них, как они это все делают. После того, как они съездят, да, они как-то меняются. Они стоят с вами и начинают плакать. То есть они меняются после этого, да? То есть это не только для нас поездки, а еще для них. Да. И вот в связи с этим дело в том, что у нас надо помолиться, чтобы святитель Николай деньги какие-нибудь послал нам, потому что у нас денег нету, да? Вот. Потому что это, ну, люди посылают деньги, да? На поездки всякие, да? Вот. И если денег не будет, не будет поездок, да? Соответственно, если, ну, как бы, не будет поездок, они тоже не смогут ездить, да? Эти вот самые, ну, наркоманы бывшие, там, еще кто-то. В общем, если денег не будет, все приостановится, да? Вот. Поэтому очень много народу из-за этого может, ну, пострадать, так скажем. А, я на эти крестные ходы смотрю, как от нечего делать. Надо идти проповедовать. Они кучей идут, идут все эти лесополосы загрязняют. Нет, нет, не крестные ходы, не крестные ходы. А вот у нас, мы же, мы же машины заказываем, да, всегда. Вот. и нас возят, вот, специально, специально, специально автобус для неходячих людей, да, для инвалидов, да, вот, и нас там возят. Вот, все волонтеры, которые там пили, курили раньше, все делали раньше, но сейчас они этого не делают. То есть я даже, когда я туда ездил, ну, один раз, сколько, ну, много раз мы с ними ездили, да, вот, мне, а мне все говорят, что они вот и не люди, что с ними нельзя разговаривать, там, или еще что-то, да, то я понял, что, как бы, с ними можно разговаривать. Я даже, я даже с ними обнимался, все, улыблазался все с ними, да, так что, с ними вполне можно разговаривать, за остальные на литургии плачут. И, честно говоря, я им завидую из-за этого. Ну, я о чем могу сказать? Недавно женщина одна обратилась и говорит, я работаю в этой системе по реабилитации наркоманов, освобожденных. Я говорю, что, ну, видно, что они довольны. Я говорю, ты знаешь, помолись и попроси, чтобы Господь тебе показал, кто они, куда вы деньги тратите. Она мне буквально через день, говорит, я помолилась, пришла, понимаешь, передо мной, говорит, не люди, а демоны какие-то. Они врут, все, уходят, блудят, матерятся, но они привыкли паразитировать, чтобы их вот окормил. Ну, и есть такие, действительно, да, но... Ну, она, видимо, ушла сразу. Я-то много знаю. Вот смотри, Андрюша, ни день, ни два. Я в местной тюрьме сотрудничаю 18 лет. Иду по камерам, встречаюсь, по рации выступаю, приношу там и газеты, и иконы приносил, и Евангелие раздавал, и даже яйца красили, на Пасху раздавали. За 18 лет из 3700 человек ни один не обратился. То есть, они лучше делаются, они расположены, они выходят, даже при церкви работают. Я говорю о настоящем, полном отопрощении. Курил, оставляется куракой. Такое есть. Матерился, он так и матерится. Внешне это как будто не видно. А священник тут поехал, ну, он был, я не знаю, сколько там, ну, может быть, час был, два, может, меньше. И он 470, что ли, человек крестил. Ну, как крестил, мокрой ладошкой по башке стукнул, и все. Он, я хожу, я хожу с ними, в камеры, беседую лично, как следователь. За 18 лет ни одного. Ну, вот и все. А у меня благодарность и грамоты разные дают это начальство. Я летом уезжаю в деревню, они говорят, мы должны знать, где вы будете летом, если случится захват заложников, чтобы меня вызвать. Тут у них было, когда объявили голодовку, там, преступники, ну, и они не знают, что делать. Они уголовники. Они уж по 6 раз сидели-то. А я попросил меня к ним запустить. Они говорят, что вы, разорвут там на счастье. Я говорю, я подпишу вам, чтобы... Ну, что подписку-то дам? А если вам еще случится, что мы с Господа Бога спрашивать будем? Ну, я убедил начальника. Они открыли дверь, меня толкнули, и дверь сразу захлопнули. Они меня знают. А мы, говорят, про вас много слышали. Они все знают. Я стал с ними беседовать. Потом мне звонит, там, я не знаю, по какой-то работе, политоотдел, кажется, и говорит, Игнатий Тихонович, чудо, которого я, говорит, не видел, уже прожил всю жизнь, работая в этой системе, гуина, все до одного вышли из голодовки к вечеру. Как это может быть, когда их требования не были удовлетворены? Что вы могли им такое сказать? Они на меня смотрят, как на волшебника. Я говорю, не, ничего. Я могу сказать, что я сказал? Я с ними поговорил маленько, я говорю, скажите, вы на свободу стремитесь? Ну, а кто отец не стремится? Ты же сам был там, знаешь. Я говорю, знаю, я хочу услышать. У вас кто-то есть, кто вас ждет? Да кого здесь? Жена, я ее зарезал, сын ушел. Каждый говорит-то, не стесняясь. Я говорю, ну, собака какая-то, канарейка какая-то, ну, ну, хоть кто-то, никто, ну, соседка, ну, соседка хорошая. Я помогал ей иногда, там, снег с крыши скидывал. Я говорю, а вы отсюда не выйдете никогда, вы тут изогнетесь, потому что туберкулез свирепствует, а вы не едите уже сколько, трое суток. Это для туберкулеза благодатная почва. Вы все туберкулезники здесь и передохнете. Да, а что делать? Выйти из благодатной почвы. Но сейчас пасха будет послезавтра. Поэтому вы голодовку обьете постом. Не постились? Табак выкиньте все сейчас же сразу. А я сразу как выйду, пойду к губернатору края, прокурору края, к человеку, тут есть такое защита прав человека, я везде пройду. Буду конатайствовать, вы выскажите мне ваши просьбы. Бумагу тут могут не дать, я запомню. Я так и сделал. Вот как работать надо. И они все вышли. Я им с ними говорил на полном серьезе. Вам не выйти отсюда никогда. А вы сейчас, вот завтра будет суббота, попаститесь. До трех часов хотя бы. И пообедайте. Это у вас будет пост. Я за вас буду молиться. Вот так. Не голодовка, а пост. Голодовка кончится сейчас при мне. А дальше то же самое вы не едите, та же самая у вас диета никакой нету. Не курить. Да. Ну вот и все. Это подход надо знать. Как? Что сказать? А вот еще что хотел спросить. Вот в Евангелии сказано, что не только молиться надо, но еще и дела какие-то прилагать. Да. Да. То, что ну как твоя вера без дела твоя вера это грош, да? Ну, вера без дела мертва. По Яков так говорит. Да, да, да. Ну, касаемо меня, да, вот я читал это, а что я могу сделать? Вот как я знаю, что если я здесь нахожусь, то я что-то могу сделать. То есть для чего-то вот нужен, да, здесь как-то. Вот. И соответственно вопрос такой, да, как бы чем я могу послужить? Мне бы хотелось послужить чем-нибудь хотя бы, да? Ну, по возможности. Ты ходить не можешь, работать не можешь, а голова у тебя соображает будь здоров. Ты вот, я тебе сказал помолиться, не забудь, притом не один день, каждый день поминать пред Богом, чтобы Господь смирил администрацию Ютуба, чтобы они нас не трогали и которые наложили предупреждение сняли, потому что они абсолютно необоснованные. Ну, помолимся, да. Обязательно. Я собираю, кто может. Ты не думай, что так просто. А скажи, ты с Сергеем Козловым встречался? Ну, я с ним не встречался, но я его знаю по вашим роликам. А сами не беседовали с ним? Нет, я не беседовал с ним, поскольку я, как сказать, после смерти уже, но я его знал его ролики. Ну, ладно, ладно. Вот видишь, как Господь нас познакомил. Это Господь делает. Тут Виталий Калиников с ним беседовал и говорит, Сергей, а как ты на Игнатия это вышел? Он говорит, как? Я сколько встречался, говорит, а сам лежит, парализованный. Везде одни брехуны, брешут на каждом шагу. И вдруг я встретил человека, который всегда говорит правду. Всегда. Меня, когда судили, так же было. Выступает, теперь он, доктор богословских наук, отец Геннадий Фаст, Фаст, он в моем доме обратился. Найди его, Фаст, и почитай рождение свыше, другое. Геннадий Фаст в Абакане. И он перед судом сказал, говорит, у православных ложь это грех, но бывает ложь во спасение. Кого-то спасая, можно солгать, и кто за ним гонится в другую сторону отвезти. Лапкин отличается от всех тем, что он никогда не лжет. Ни под каким вином. Всякая ложь от дьявола. А как? Никак я могу молчать. Вот как. И поэтому, если все благополучно, ты это тоже запомни. Что я с тобой говорю, проверять уже время не трать. Я говорю, то, что есть. Не, я знаю, я давно на ваших речках сижу, так что я знаю, что вы такой. И ныне довольны, что все открыто, так говорим. Я ролики-то не составляю. Вот как говорим с тобой, так и будет выставлено. И ты себя это увидишь. Но когда, я не знаю, потому что мне доступ закрыт на основной канал. Второй мне открыли сейчас, но он такой слабенький. Ну, ты поглядывай каждый день, заходи на ютуб. Да, 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 ну, я в курсе, что у вас характер, конечно, такой жесткий, и это правильно, да, правильно, что такой характер, конечно, таких людей, как вы сейчас. Ну, а как, Андрюша, по-другому-то? Никак нельзя. Что за расхлюбанность? Это же надо знать. Если человек обманывает, я узнаю, я прекращаю связь. У меня времени на это нет. У меня все-таки не 20 лет, а 81 год идет. Да, еще хотел попросить вас у нас помолиться за митрополит, у нас митрополит Георгий. Ага, хорошо. Митрополит Нижегородский Арзамасский, да. Так что помолитесь за него, вот, потому что на него тоже сейчас нападки, так сказать, идут, да, мне говорят, что митрополит такой, митрополит такой, да, я не скрываю, что я его осуждал, все дела было, вот, но я все-таки вот так себе принял, что как бы митрополит, он служит перед Богом, пока он не запрещен, да, пока он не запрещен. Вот, поэтому, даже если он что-то там имеет такое, да, то это на его, он будет отвечать сам за это, вот, а мое дело как вот, за него молиться, да, и все остальное, да. Так, Андрюша, посмотри, кажется, открылось, вот, вот, да. Ты меня видишь, да? Вижу, вижу вас, да. Ну, вот видишь как, это Господь так сделал, по твоим молитвам, от меня это не зависело, Господь так дал. Мои молитвы, у нас тоже, ой, игумен Мистеслав еще у нас есть такой, я тоже к этому, к батюшке к этому хожу, вот у нас этот, тоже у меня еще одна просьба, ну, много у меня просьб, наверное, все надо записывать. Ты ничего не рассказывай, еще нельзя говорить, потому что это будет выставляться. Лично не надо, ничего говорить. Мы, мы и так с тобой друг друга понимаем хорошо. Да, у меня личного ничего нет, так что, все можно. Так, ты спишь-то как? Спишь, во сколько встаешь? Так, ну, ну, в зависимости, 8-7, где-то так. А что, у тебя сон плохой? Да нет, почему? А ну-ка, давай поговорим, во сколько завтракаешь? Так, по нашему времени, часов 9, наверное, я сейчас люблю, люблю поспать очень сильно. А нет, надо бороться с собой, это не годится. Это, ты на болезнь не скидывай. Вот у меня знакомые были, которые, ну, уже парализованные буквально, а они вставали, как по нашему, наверное, в 4.40 утра. И днем никогда не спать. Ты начни трудиться, подвязайся крепко. Таких парализованных много, не всех Бог в рай возьмет. Надо трудиться. Апостол Павел говорит, итак, бегите, чтобы получить. Так, а ложишься во сколько? Ну, ложусь поздновато. А ты пораньше, смести график. Раньше. А ты утром хотел бы с нами на молитве быть? Хотел бы, да, конечно. А ты знаешь, что мы молимся все вместе по скайпу? Знаю, видел, да. А чего же не присоединяешься? Так, я не знаю. У меня тут месяца три, наверное, скайп не работал вообще никак, он меня не включал. Это сейчас вот заработало. Я тебе сейчас скину, как закончим. И ты с нами будешь на молитве. А кроме того, ты узнаешь, где еще собирается там, получается, через 4-6 часов там в Москве, во Франции, наши люди, наши, в Казани. тебе будет, знаешь, как здорово, там вопросы, ответы, тебя там сразу полюбят. Ты любознательный такой. Ну, вот такая штука. Теперь, ложисься спать, если можно. Старайся, чтобы от ужина до сна около 2-х часов было, тогда желудок не будет болеть. Хорошо. Да, апостол соблюдаешь? Пять недель осталось. Пять недель осталось до Пасхи. Немного осталось. Немного осталось до Пасхи. Ну, прошу помолиться тоже, чтобы вот... Да, я помолюсь. А ты... Ты знаешь, что у меня глаз болит? У вас глаз, да? Левый глаз. Я ногтем щеркнул и попал инфекцией, и уже 6 лет болит. Вот так. Я вижу им. Вижу. Но тут одна сестра у нас нашлась новая. Она за меня взялась там и к врачам, и я никуда не ходил. И она меня, гляжу, стала лучше. Лучше. Она мне сказала, хлеб там не есть, я перешел там на одну там морковку, да что такое все растительное. Ну, и у меня полегче стало. Я встаю утром, глаз не заплывший, я смотреть могу. А до этого у меня ночью-то что-то гной там течет, и как пленкой все затягивает. Так что будешь молиться, но тоже вспомни. Мне глаз нужен. Ну, и, 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 знаете, поднимусь, да. Ну, вот у меня такая еще проблема, то что у меня, я в пятницу у нас, в пятницу у нас будет в этом семинарском храме Владыка служить. Да. Вот. А меня матушка не пускает. Ах, вот как. А ты как должен, кто тебя везет или едешь на чем? Ну, это в зависимости. Либо я с матушкой со своей на машине, либо меня брат отводит. Ну, а мать не пускает, почему? Ну, потому что там, это, она боится меня там с кем-то пускать, там, это, ты говоришь, тяжело тебе там, ну, короче, в общем, тяжело тебя тащить. Ну, это ты, она правильно говорит, к маме прислушайся. Ну, а потом посмотреть, брат рядом, может быть, как-то тебя там закроет, чтобы тебя не придавили-то. Не, мне-то не тяжело, им тяжело. Ну, им тяжело, перетерпят, они будут жалковать, когда тебя не будет. Скажи, я очень хочу увидеть владыку, помолиться с ним вместе, это ты доброе дело затеял-то, чтобы оно осуществилось у тебя. Я уже был, наверное, раза три, раза три у владыка. Вот у нас, получается так, у нас сначала, в пятницу, митрополит приезжает туда, вот, потом в субботу, епископ, ну, этот, наш викарий, это, Нижегородской партии наш, вот, епископ, да, не Константиновский филарет, вот, тоже, вот, но меня туда тоже не пускают, потому что у нас там, день рождения у сестры, там надо, это, что-то, ну, приготовить, короче, в общем, не пускают меня, закрыли меня, короче. Ну, если нет, то и нет, поблагодари Бога, и так ты знаешь, мысленно можешь молиться, для молитвы нет определенного места, не на той горе, а не здесь, а Господь пребывает всюду, Господь сказал же, самарянки. И вот это, когда эта вся эпидемия-то началась, ну, вот, весь этот коллапс с этим коронавирусом, да? Ну, да. Вот. И мне матушка сказала, все, говорит, иконы не целовать, крестик не целовать, ничего не целовать. В общем, как вот, никак, ты целуй, и все. Ага, ну, вот, сейчас заседание Священной Синоды было, это, под Патриарх, там, это, вот, он сказал, как действовать, что действительно, иконы лучше не целовать, и как, вот, ну, просто. Ну, там, где разные люди, там имеется в виду в храме, а не дома, в храме, потому что заразный может поцеловать, на тебя перейти, а когда вы все дома живете... в храме понятно, в храме понятно, да, в доме понятно. Так, это даже правильное решение? А ты дома один крестик у тебя на тебе поцеловал его, и все. Даже во время чумы, холеры, православные храмы не закрывались. А возможно, что этот корневирус падет как-нибудь? Бог его знает. Мнение открыто, я только знаю, что мы заслужили большего, а Господь милостиво еще где-то посылает, мы живые ходим. Велики дела Господни. Мы должны быть готовы, это сигнал. Ну я тоже так считаю, да. Ну а что говорить, когда не знаю? Мне откровений не было никаких, я знаю только то, что сейчас люди прячутся, смешно даже, заняться больше нечем. А как же коров кормить? А как в сельском хозяйстве? Как сажать? Тракторист, куда можно спрятаться, когда надо пахать? Заводы не остановят. Да вот еще по поводу, меня мама ругает, то что это по поводу бороды там, это она там... Не трогай, вопрос снятый, пальцем не прикасайся и не разрешай никому. Это образ Божий, который Бог дал. Ты пройди по иконам, везде пусть тебя проведут, и ты посмотри, Христос с бородой, пророки с бородой, апостолы с бородами и все святые. Я видел, я уже 10 лет в церкви, я уже с 10 лет как. А тебе материал о бороде скинуть сейчас? Не, я знаю, да, вы мне присылали как-то. А, тем более, если есть. Сейчас я скину тебе только о молитвах. Ну все, вопросы кончились? Да, ну все, помоги вам, Господи. И вам тоже. Сколько тебе лет-то сейчас? Так, 19 мне лет сейчас. Уже 19. Никак, скажи, мама, бороду не надо трогать, нельзя это делать. Раньше бритые умирали, их на кладбище не хоронили, а отдельно там где-то, чтобы даже мертвые не оскверняли землю. Ну, то тоже помолиться, это тоже то. Хорошо. Да поможет Господь благословить тебя и сохранит. Во славу Божию, Отца и Сына и Святого Духа, помилуй Андрея, благослови до силы перенести страдания и услыши нашу молитву об администрации Ютуба. Пусть они расположатся к нам. Хвала Тебя, Отец и Сын, и Святой Дух. Аминь. Ну, все, Андрюша, я отхожу. Возьмите голос. Все, отключайся, давай. Спасибо за субтитры Алексею Духа.